здравствуйте дорогие друзья братья и сестры мы сегодня решили вместе я и мой собрат мой друг мера монаха лонгин эти слонгин мы решили поговорить осветить раскрыть тему которая с одной стороны лежит казалось бы на поверхности с другой стороны и совершенно никто не замечает какой-то мере она даже должна быть признана как табуированная христианская жизнь духовной жизни православной жизни тем не менее она является насущной актуально именно в эти дни речь пойдет о таком духовном недуге душевном недуге которые часто многие православные как и христиане так и священники воспринимают как заявление относящиеся к области аскезы монархские аскезы вообще христианские аскезы но на самом деле это тема далека от какой-либо ну скажем так молитвенной практики борьбы с помостом или покаяния например в аскетической практике присутствует такой интересный феномен отличие греховных страстных от страсть помыслов от хульных помыслов хула бока хула вот когда человека не имеет возможности опыта различить эти увидят это различие то начинает применять соответствующие внутренние какие-то потуги духовные и соответственно допускает ошибку и наоборот усугубляет духовную проблему например когда человека борет допустим греховный похотливый какой-то полмысел например какая-то брань по отношению к какому-то человеку какая-то страсть по отношению к человеку то когда человек начинает каяться в этом помысле когда человек начинает каяться в греховном помысле то покаяние оно прогоняет страсть и помысл исчезает когда же человека борет хульный помысл то покаяние казалось бы вещь всесильная все побеждающие но если человек начинает каяться в хульных помыслов помыслах то они наоборот еще больше усугубляются развиваются и потом просто крайне подавляет человеческую душу очень важно знать различия между хульными помыслами и страстными помыслами похотливыми помыслами скажем так ну примеру допустим до появляется помысл осуждения раздражение допустим к близкому человеку то если нас действительно тревожит наша чистота совести чистота нашего сердца то понуждая покаянию мы прогоняем эти помысл а если представьте себе например человек я говорю это из практики отношений с опыт общения отношений и тех жалоб которые часто раскрывают нам наши наши друзья то мы увидим что 8 человек подходит к иконе и вдруг в голове у него появляется какая-то бранная тирада по отношению допустим божией матери к святым к святым угодникам божиим к мученицам к апостолам и человек ушасается будучи нравственно чистым человеком стремящимся благочестивой какой-то жизни естественно что он уже осадится эти помыслы которые у него разгар разгорается внутри если он при этом начнет искренне как бы так от всей души просить прощения у бога в этих помыслах то происходит странный и вот такой феномен эти помыслы начнут все больше и больше разгораться и человек еще больше уже засадится в конце концов он начинает ненавидеть себя все вокруг и потом даже может перестать ходить в храм а на самом деле здесь кроется разгадка в главном что хульный помысл в нем нельзя каяться его нужно просто уметь презирать не обращать внимания когда например человек идет и лает собака или человек идет и кто-то рядом очень бранно ругается и вес в том что просто пройти мимо можно себе начать укорять и говорить как я смею это слышать это же в моих это же в моих ушах это и человек начнет тебя в этом укорять это нелепо так вот такая же нелепость проявляется в отношении к хульным помыслам это действительно серьезное отличие и вот если правильно к этому отнестись как об этом говорит преподобный ангелий свечник хульный помысл побуждается укрешением презрением как он говорит многих подвижников он довел до безумия хульный бес если с ним бороться неправильно но это прелюдия можно сказать это прелюдия главной теме которую мы сегодня хотели раскрыть что очень важно правильно четко понимать давать правильную оценку тому или иному духовному явлению частности например мы хотели рассмотреть такое понятие как психопатия казалось бы это ничего не имеет общего с христианской аскезой но к сожалению вот именно психопатия как именно психическое заболевание очень часто становится явлением распространенным в духовной жизни наших приходов но вот эти слуги не хотел чтобы немножко зачитали нам то что ты нам немножко зачитал в этом явлении психопат это не тот человек который поджидает вас заточкой в темном подъезде это не серийный убийца и не обитатель и не постоянный обитатель больницы для душевнобольных это может быть ваш коллега которому сходят с рук любые выкрутасы на работе это может быть обычный парень приготовивший вам в кафе утром свежий кофе но псих псих психиатры подметили одно важное различие между нормальным человеком и психопатом говоря простым языком это отсутствие у психопатов совести здесь я немножко вставлю дело в том что мы хотели сегодня построить разговор так чтобы он не был воспринят как некое обличение как некие такие разработки каких-то ярлыков духовной жизни понятие психопатия совершенно отлично от понятия ну такой реплики известно внутри психопат говорят нет психопатия это болезнь это болезнь которые увы к сожалению становится настолько имеющие общие жизни христианской христианской жизни что мы вынуждены об этом сейчас говорить вот допустим понятие которые сейчас озвучивали слонгин как вот не имеет человек совести это не смысле того что он безнравственный человек человек который настолько болен психически болен именно не здоров психически не здоров что вынуждены мы озвучить такое понятие как болезнь как неимение совести но это не бессовестный человек я немножко даже поправлю здесь что имея на время тело с человеком вот именно психопатом как я потом это понял когда коснулся чисто такой медицинской темы гадина этого человека я понял что до того как я этого не понимал я укорял обижался этого человека а потом когда вдруг я понял что это всего лишь раздел психопатии то я вынужден я сразу же получил такое внутреннее духовное облегчение я понял этого человека перестал с него требовать должных нравственных критериев поведения и совсем по-другому стал к нему относиться здесь очень важно это увидеть да следую мысль который хотел подчеркнуть что психиатры различают особенности характера с психопатическими нарушениями психопатологиями психопатологии укроются в основном в органических нарушениях скажем так биохимия мозга и эти нарушения влияют на эмоциональную сферу человека на мироощущение человека на его способность выстраивать отношения с социумом и с окружающими людьми на волевую сферу и на логическую сферу профессор петр борисович ганнушкин он жил во второй половине в конце девятнадцатого века и в первой половине двадцатого века известный психиатр он предложил определенную схему психопатий я сейчас зачитаю перечень его его перечень и потом остановимся на некоторых видах психопатий по профессору ганнушкину существуют следующие виды астеническая психопатия психостеническая психопатия шизоидная психопатия параноидальная психопатия возбудимая психопатия истерическая психопатия аффективная психопатия и неустойчивая или безвольная психопатия И вот сейчас я остановлюсь на некоторых симптомах, которые характерны для видов психопатии, относящихся к сегодняшнему нашему разговору Вот какие признаки истерической психопатии Потребность быть в центре событий или обратить на себя внимание Демонстративность, театральность, стремление к оригинальности при психической незрелости и даже инфантилизме Чувства психопатов, истерических психопатов поверхностны и неглубоки При том, что наличествует яркая театральность Отсутствие глубоких чувств с яркой театральностью Вроде бы некий парадокс Эмоциональные привязанности нестойки Суждения противоречивы Довольно часто колебания настроения, быстрая смена симпатий и антипатий Для них типично сочетание внешней доброжелательности с внутренней холодностью Следующая параноидальная психопатия Или по другой терминологии паранояльная Ей свойственна особая склонность к сверхценным идеям Как бы к мега-идеям, как бы мы сейчас сказали Сочетающаяся с очень малой гибкостью психики Большая подозрительность с повышенной самооценкой Крайняя прямолинейность с тенденцией к лидерству и к самоутверждению Злопамятство и безапелляционность суждений Наверное, еще один вид психопатии, прочитаю Это шизоидная психопатия В ней характерно увлечение идеями, оторванными от жизни Психопаты с шизоидной психопатией преследуют и добиваются таких целей Которые необычны, нестандартны И порой чрезвычайно оригинальны в религиозной и вероучительной сфере Я должен здесь внести такую некую, скажем так, коррекцию, реплику Есть у Эрика Берна такое произведение Игры, в которые играют люди, люди, в которые играют в игры Эрик Берн, христианский психиатр, психотерапевт Интересно раскрыл эту тему И, может быть, с чем-то можно и поспорить, будучи, как православный священник духовника Но и во многом можно увидеть очень большое интересное открытие этого христианского мыслителя, терапевта И то, что он увидел по отношению к человеку, что происходит в обществе Что такое психология? По сути дела, это, если это взять психолога верующего, христианина То это, по сути дела, разговор верующего человека через призму Евангелия При этом принимаемый к современным стандартам мышления Скажем, к современной ментальности И вот если мы сейчас увидим, то действительно, что есть интересные вещи Как в небе есть множественные облака Верхние облака, средние облака, совсем низкие облака Если приглядеться, то облака эти, каждый слой течет в своем направлении Если верхние, самые далекие облака текут, допустим, на север, с юга на север То нижние облака могут течь в совершенно противоположном направлении С севера на юг И вот так же и сам человек Как вспоминается мне изречение одного афонского старца Он говорит Я есть один А внутри меня какой-то еще человек живет Еще человек, еще человек И каждый мыслит что-то свое Никак не будет понять, где я сам Но он имел в виду, что разные греховные направления В человеке могут в тот или иной момент Показывать совсем другого, неожиданного меня самого И вот В частности, у Эрика Берна рассматриваются отношения, допустим, семейные Ну, к примеру, допустим, муж и жена Это парень, девушка, некогда встречаются И, допустим, появляются у них такие душевные связи И потом они создают семью Когда Проходят какие-то годы Мы видим, вдруг неожиданно Обычно так раскрывается Часто раскрывается, что Муж начинает пить, например Становится алкоголиком А жена вот так бронится, бронится, бронится И вот рукает его Недовольно жизнью Но они так живут И живут, может быть, всю жизнь Казалось бы, женщина страдает Мужчина тоже страдает Но Здесь разыгрывается определенная система игры На самом деле происходит некий внутренний договор Ну, где-то там, в глубине Ну, скажем так, по-христиански Но в глубине сердца люди договариваются Парень говорит Девушка, где-то там, в глубине И на каком-то интуитивном языке говорит Ты знаешь Я-то вообще-то маленький мальчик И мне так хочется прожить жизнь Легко, по-детски А девушка Тут еще совсем, может быть, незрелой женщиной Но она внутри настроена быть супер-мамой А ей как раз нужен мальчик Как раз она хотела быть именно такой супер-женщиной Хотя она этого никогда не объясняет Она никогда не признается А внешне люди совершенно живут Совершенно живут как-то по-другим законам Так вот, в чем здесь смысл И вот на самом деле Когда мужчина начинает Погружаться в алкоголизм Он действительно начинает жить этим мальчиком А женщина начинает брониться на своего мужа Но на самом деле внутри она удовлетворена Она супер-мама И вот этот некий внутренний договор Создает определенную игру Игру, которая постоянно поддерживается Соответствующими действиями обоих игроков А с виду несчастная семья А внутри они довольны Они счастливы И вот так же К сожалению, бывает К сожалению Бывает и в духовной жизни Чисто такое вот именно Что касается духовнической практики Часто, к сожалению Прихожане Ищут себе Духовного руководителя Который бы мог стать для них супер-папой Особенно они были бы маленькими детишками Которые всю жизнь хотели бы прожить В неком таком инфантилизме И вот этот инфантилизм Он часто сначала является просто некой душевной Находится в душевной сфере А потом постепенно Из духовного в душевный Душевный уже в патологическую сферу переходит И вот именно Вот эта игра разыгрывается Когда люди находят себе таких пастырей Которые могли бы заменить им все И совесть И интеллект И взрослую ответственность И ответственность за все В принципе за все Не то, что Снять себе родительский Родительский какой-то крест Чтобы пастырь прям взял на себя И обязанности отца, матери И вернемся к понятию И действительно Ответственность за собственный раз Иоанн Кронштадтский в свое время Так говорился Истинный пастырь Приводит не к себе А к Богу Это очень такой Яркий, сильный тезис Против которого не пойдешь А что такое прийти к Богу? Ведь это значит Обретить такую свободу Которую призывает Господь К свободе призванного братья Я сейчас позволю себе дополнить Известную цитату Которую сказал отец Петр Которую процитировал отец Петр Свидетель Игнатий Принчанинов Рассуждая о роли пастыря Духовника, старца В жизни Духовного чада Приводит слова Иоанна Крестителя По отношению к Господу Ему подобает расти Мне же молитесь То есть Если Мы берем только цитату Что истинный пастырь Приводит не к себе А к Богу То здесь всегда остается Как бы некоторая амплитуда Говорить о том Что да, я привожу не к себе А к Богу И Акцент еще недостаточно смещен Но вот эти слова Иоанна Крестителя Истолкованные Свидетелем Игнатием Принчаниновым Они Более смещают Более Еще точно Показывают Акцент Более точно Показывают Пропорцию Пропорции Духовного пути Мне подобает расти Ему подобает расти Мне же Малитесь То есть На каком-то этапе Духовное чадо Обязательно Должно почувствовать Что оно Возрастает В какой-то Самостоятельности Обретает Какую-то зрелость Обретает Какую-то Даже не побоюсь этого слова Уверенность в себе Основанную На опыте И При этом Положение Духовника Оно Хотя никак не противоречит Уважению Любви И духовной Привязанности Все-таки Мы находим Какое-то Вот явление Такого Умоления Да Здесь Прежде чем Хотел попросить Отца Лунгина Продолжить Свои подборки Очень актуальные В эти дни Хотел просто Напомнить Как это Когда я сам Все время Формировался Как просто Как монах Потом Как В части Как священник Мне Мой Духовник Так Говорит Знаешь Как становятся Прозорливыми Ну В кавычках Как Ну Представь себе Пришла К тебе Одна бабушка И сказала Отец Петр Ты Прозорливый Ты Предсказал мне Будущее Ты улыбнулся Посмеялся Потому что Ты Понимаешь Что ты Простой человек Потом пришел Дедушка Сказал Начинается Момент Заболевания Вот В каждом из нас Живут призраки Как в неком Темном замке Заброшенном замке В нашем падшем естестве И эти призраки Умоляются Благодатью Божией Покаянием Верой Молитвой Эти призраки Оживают Когда мы Начинаем верить Не в Бога А в себя И вот Когда они В нас оживают Они становятся Очень Заворожительными Они становятся Магически Притягательными И ты Начинаешь Чувствовать Что за тобой Начинают Эти люди Типа Начинают Нуждаться Нуждаться Именно В твоей Какой-то Сверхзначимости Ты Хотел Как раз Чтобы Дислонгин Сейчас Дальше Продолжил Именно цитировать В этой подборке Именно Вот этой болезни Я Позволю себе Наверное До цитат Еще Рассказать Одну мысль Когда Мне Писал Во время учебы Дипломную работу Посвященную Сравнению Внешних форм Монашеских С Некоторых Форм Жизни В деструктивных Сектах В каких-то Организациях Которые В 90-е Годы В 90-е Годы Стали назвать Тоталитарными Сектами У меня Была такая Глава Не помню Дословно Но она Была О Молодостарчестве Раскрытие Такого понятия Как Молодостарчество И Да В 90-е Годы Когда Многие Люди Становились Священниками Без опыта Без образования Начинали Исповедовать Людей Становиться Пастырями Эта проблема Была Очень актуальна И Тогда Вот это Понятие Молодостарчество Оно Святотихоновского Университета И Попросим Его Прочитать Ту главу Дипломной работы Которую я написал Хотя он не был Моим Научным Руководителем Но Был здравомыслящий Хороший Священник Хороший Преподаватель И я Стал ему Показывая Эту главу Немножко Ее комментировать Объясняя О чем Глава О чем Идет речь И он Меня остановил Так и сказал О, отец Лонгин О младостарчестве Я говорю Вы понимаете О чем я говорю Он говорит Ну конечно Мы обязательно Все священники Проходим этап Младостарчества И мне это очень Понравилось О том Что он Московский Священник Спокойно сказал Мы все Священники Обязательно Проходим этап Младостарчества И здесь Становится Актуальный вопрос Насколько Долг Этот Этап Да Здесь я тоже У священника И Как он Его проходит Проходит ли он Его вообще Вернее Минует ли он Здесь какая-то Присутствует Дилемма Между Так называемой Сциллой И Харибдой Между двумя Крайностями Между двумя Чудовищами С одной С одной стороны Вот Как вот Христианин Становится Христианином Он проживает Период Неофитства Священник Когда становится Человеком Исполняющим Обязанности Духовного Пастыря Допустим Руководителя Руководителя Духовного Он тоже Проходит Момент Некого Младостарчества Что такое Младостарчество Это когда Ты понимаешь Что ты Ответственен Что на тебя Смотрят люди Внутри У них написано В глазах Господь Помоги Отче Помоги Научи молиться Научи Жить Научи Просто жить Да А ты Токма Токма Сам Можно сказать Оперился Как Христианин И на тебя Уже Возлагается Обязанность Говорить Как учитель С одной стороны Если ты Любишь Этого человека А неизбежно Любой священник Выходя из алтаря Проживая Литургией Он влюблен В паству Он не может По другому Он Я думаю Каждый священник Который Нас сейчас Слышит Он согласится С этой мыслью Что Когда ты выходишь Из алтаря Ты готов Каждому человеку Притноваться В любви Я так еще Дополню Что каждый человек Каждый священник Который Прикоснулся Огню литургии Он Выходя из алтаря Хочет Донести этот огонь До людей Да И действительно Он хочет Как бы Закричать Люди Как вы прекрасны Как прекрасен Господь Давайте Мы что-нибудь Придумаем Да Но опыта нет А хочется И вот это вот И опыта нет И ты жаждешь Помочь человеку Оно Попадает Заставляет тебя Проходить Вот этот вот Период Милостарчества Когда ты Очень сильно Хочешь И вынужден Делать ошибки Другой момент Это Если это Сцилла То Харибда Это когда Человек Не прожил Период Милостарчества Когда это Бывает Когда ему Неизвестен Либо Неизвестен Этот огонь Божественной Любви Который Он чувствует Проживает На литургии Либо Он не сильно Хочет Соответствовать Этому Внутреннему Призыву Апостольскому Призыву Нести этот Огонь В люди Либо Есть Какие-то Другие Причины Либо Он священник Из Каких-то Может Других Побуждений Каких-то Может Коррелигийских Моментов Не будем об этом Как говорится О плохом Не будем И вот С одной стороны Нужно бояться Этого периода Другой стороны Если этот период У тебя не был То тебя можно Пожалеть Отче Алла Скажем так И вот Важно Действительно Здесь момент Этот Этот Период Прожить Вот это Неофитство Священнического Его нужно прожить Он должен быть Прожит Но он должен Прожит В каком-то Определенном Ограниченным Сроком Вот о чем Идет речь Если же человек Священник В этом Периоде Задерживается То Как описано В Писании Мужей Апостольских Если пророк Находится у тебя В доме Больше трех дней То это уже Ложе пророк И Также здесь Если Священник Он Становится Этим Гуру Этим Каким-то Таким Воинственным Воинствующим Пастырем Который Стремится Научить Приказать Благословить И это Выглядит Очень Так вот Грубо Навязчиво И это Затягивается То Это Проблема Хорошо Если Это Проблема Духовная Поговорил Со Старшим Священником Хорошо Если Это Проблема Роста Да Роста А если Это Проблема Мировоззрения То Это Совсем Другое Да Я Немножко На Другую Хотел Акцент Сделать Если Это Проблема Духовная То Я Пришел К отцу Лонгину Отец Лонгин Пришел Ко мне Мы Поговорили Ты Зарвался Ты Зашел Далеко Батюшка Простите Я понял Это Отне Неопытности Это Духовная Проблема Мне Вовремя Подсказали Просто Были Какие-то Старцы Которые Двигали Мною Слава Богу Это Теперь Опыт Который Мне Самому Известен С которым Могу Поделиться Моими Друзья Близкими Моими Духовными Может быть Собратьями Сестрами Либо Это Душевная Проблема Это Неправильная Психологическая Установка То есть Может быть Человек Мечтал Достичь Какого-то Самоудовлетворения Такого Как Самоличность Как Достиг Теперь Я Есть Нечто Но Опять же Это Можно Поговорить Это Находится В области Психологии Но Когда Человек Проходит Духовную Душевную Стадию Он Вступает В Патологию Там Уже Бесполезно Человекам Говорить И Там Можно Скать Вступают В силу Совсем Другие Законы О которых Как раз Можно Зачитать Сейчас Я Хотел Прочитать Цитаты Из Пособий По Психопатии Из Наблюдения Психиатров Связанных С таким Важным И Пожалуй Важнейшим Одним Из Важнейших Проявлений Психопатии Как Манипуляция Вообще На самом деле Одна из Книг Классических Книг По изучению Психопатии Одного Американского Психиатра Она так и Называется Манипулятор Манипуляция Психопата Она Проявляется В том Что он Очень Зависим От От Объектов Своего Влияния От Объектов На которые Он пытается Повлиять Психопат Занят тем Что он Раскачивает Окружающих На определенные Эмоции И этим Подпитывается Его болезнь Манипулятор Может быть В рамках Семьи Манипулятор Может быть В рамках Рабочего Коллектива Манипулятор Может быть В рамках Я даже Так скажу Аудитории Ютуба Нужно Подчеркнуть Что психопаты Возбуждают Огромный Интерес К себе Подчас Они источают Харизму Которая Приковывает К себе Внимание Слушателей Даже Если Что-то Внутри Нормального Человека Реагирует Шоком И Отторжением На то Что говорит Психопат В целом Человек Походит На мышь Загипнотизированную Котом Мучитель Даже Если Он имеет Шанс Убежать Он Не Использует Его Много Психопатов Существует Используя Своё Обаяние Обман И Манипуляцию Чтобы получить Доверие Своих Слушателей Или Жертв Многие Психопаты Могут Быть Найдены В Офисных Профессиях Где Им В их Проявлениях Помогает Факт Что Большинство Считает Определенные Классы Людей Заслуживающими Доверия Из-за Их Социального Или Профессионального Статуса Например Адвокатам Докторам Преподавателям Политическим Деятелям Психиатрам Психологам А я Добавлю Священникам В определенных Слоях Населения Вообще Не нужно Заслуживать Доверия Потому Что Оно И так Дается Им Как бы В силу Их Положения Но Факт Психопаты Находятся Именно В этих Высоких Сферах Подчас В то же Будет Будет Психопат Психопат Психопаты Легко Изображают Из себя Финансовых Консультантов Министров Психологических Консультантов И психологов Страшное Дело Если Задуматься Манипуляция Ключ К завоеванию Психопата Приказу Не должно Нормальный Вспомнил Позвонил Попросил Прощения Услышал Дружеское Да нет Все хорошо Забыли Все И нормально А вот Психопатам Совсем Другое Говорю Уже Собственного Опыта У меня Несколько Случаев Таких Было Когда Человек Начинает Друг на тебя Сердиться И ты Никак Не можешь Понять За что Ты Начинаешь Себя Сжигать Себя Испепелять Своим Укорением Саморефлексией Доходя До черной Саморефлексии То есть Начинаешь Себя Ну что ж Так Я не могу Помочь Человеку Он все На меня Обижается А вот Как раз Если ты Понимаешь Что Тело Тут Медицинская Психопатия Как медицинский Термин Ты понимаешь Что эти обиды Они Основаны Ни на что Они просто Вызваны Потребностью Манипуляции Тобой И Человеку Нравится Когда ты Тебе больно Есть Даже за мной Я такого Выложен Ну вот Я опять Попробую Немножко Дополню Сейчас Отца Петра Когда мы Говорим Что психопату Нравится Что тебе больно На самом деле Дело Не в том Что он Злой Человек Который Который Хочет Сознательно Тебе Зла Ключевым Является Понимание Что им Руководит Болезнь Болезнь В нем Заставляет Его Радоваться Твоей Боли Болезнь В нем Заставляет Радоваться Твоим Смущениям Болезнь В нем Заставляет Поддерживать Вот этот Нездоровый Какой-то Нездоровый Тандем Который В пособиях По психиатрии Называется Каскадом Запутанных Интеллектуальных Игр Ну да И что интересно Что Есть такой Присутствует Взаимопорождающий Как Летвич говорит Дочки Матери Взаимопорождающие Явления Если ты Начинаешь Просить прощения У психопата То Наоборот У него Это вызывает Еще Большую Потребность Дальше Ветись По соответствующим Образом Начинаешь Перед ним Плакаться Отнестись К нему Отнестись К нему Как-то Очень так Сердобольно Это вызывает В нем Еще Большую Провокацию Провоцирует Наибольшее Проявление Внутренней Неуроновешенности И Наоборот Когда Правильно Поступаешь По отношению К нему А что значит Правильно Просто Начинаешь Выстраивать Дистанцию Когда Дистанциируешься От него Прежде всего Эмоционально Дистанциируешься Эмоционально То есть Независим От его Хмурых бровей От его Каких-то Может быть Упреков А просто Независимый Начинаешь Дистанцию Выстраивать Самостоятельно Независимо От него Человек Это Первое Он успокаивается Сам Он приходит Сам В норму Помните Как вначале Сам начали Говорить О хульных Помыслах Есть Страстные Помыслы То есть Помыслы В принципе Порожденные Нормальным Таким Скажем так Аскетическим Миром Духов Появляются Злобные Помыслы Помыслы Зависти Помыслы Походи То есть Нечистые Помыслы По отношению К противоположному Полу Помыслы Может Гордости Ловишь Себе На них И Искреннее Покаяние Оно Появляет В равновесии Душу Когда Хульный Помысл То есть Бранный Помысл Просто Как Некий Шквал Шквал Нечистый Каких-то Глупых Безумных Каких-то Может быть Услышанных Где-то Когда-то Бранных Реплик Но Если ты Начинаешь Их Приписывать Себе То есть Начинаешь К ним Серьезно Относиться А они Начинают Тебя Изнурять От них Невозможно Сбавиться Кроме Как Равнодушием Полным Пренебрежением К тому Что ты Вдруг Услышал Вот Так же В этом Отношении Работает Именно Понятие Дистанция По отношению Психопату В этом Отношении Позволь Себе Сейчас Проиллюстрировать Однажды Мне пришлось Общаться С Нашим Другом Психиатром Но В данном Случа Он выступал Не как Друг В нашем В нашем Общении Как Профессионал Советоваться По поводу Своего Поведения С человеком Который Очень сильно Мучил Своих Родственников Своим Психопатическим Характером Болезненным Характером И Врач Мне стал А он Немного Немало Заведующий Отделением Одним из отделений Психиатрической Больницы Он стал Мне говорить Вещи Которые Сначала Меня Как бы Напрягли Он Мне стал Предписывать Вести себя С С тем Человеком Страдающим Психопатией Строго Не обращать Внимания На его Жалобы Не обращать Внимания На Перепады В поведении А перепады Заключались В том Что этот Человек Кто иногда Очень хороший Кто иногда Несносно Плохой Разговаривать С ним Строго Не проявлять Особенного Сочувствия Как бы Разговаривать Между прочим Хотя По большому Счету Это совершенно Мне не Свойственно Вот И я Отец Петр Мы Такие люди Что мы Наверное В этом Не знаю Сила наша Или слабость Мы каждого Человека Стараемся Через сердце Пропустить И тут Мне врач Сказал так Что Отец Лонген Если ты так Сейчас не будешь Себя вести С этим человеком То ты будешь Поддерживать В нем Проявление Болезни И ты будешь Поддерживать В нем Саму болезнь Ты Либо ты Ведешь себя Правильно Дистанцируешься Ведешь себя Холодно По деловому Как говорится Есть такое Хорошее выражение По деловому Либо ты Ведешь себя С ним По деловому Немногословно Конкретно И Как говорится Ставишь его На место И этим Самым Обозначаешь Ему Его Место В социум Потому что Есть такое Наблюдение Психологическое Проблемы Начинаются Во взаимоотношениях Там Где Человек Перестает Понимать Свое место Как бы В иерархии Отношений Когда например Человек Малозначащий Или По Уровне Своей Интеллектуальной Культурной Подготовки По формату Своей личности Вдруг Начинает Встать над тобой И Руководить тобой А другой человек Может быть и здоровый Но смиренный Он начинает Потакать Он начинает Просить прощения Он начинает Терпеть Он начинает Действительно Смиряться Перед ближним И вот С точки зрения Педагогики Психологии С точки зрения Психиатрии Это может Принести Очень плохие Плоды Каждый Сверчок Знает Свышество И вот Хотя мне Это не свойственно Холодность Не свойственно Жесткость Не свойственно Дистанция Но Врач Меня предупредил Если ты Татислонген Так себя вести Не будешь Ты будешь В этом человеке Поддерживать Его болезнь Здесь вспоминается Такой феномен Как-то Может быть Мы даже над тем Рассуждали Все время Он относится К области Астрономии Точка Лагранжи Это явление Это точка Находящаяся Относительно Орбиты Земли Куда Если Попал бы Допустим Метеорит И он там Остановился бы То он бы Не упал На Землю И не улетел В открытый космос Как известно Метеориты Когда пролетают Небесные тела Пролетая Мимо планеты Либо попадают В гравитационное Поле планеты И падают На поверхность В частности Если Это касается Планеты Земля То Они сгорают В термосфере То Либо они улетают Прочь Но есть Именно такие точки Так называемые Гравитационные ниши Где Если бы Небесное тело Остановилось Оно бы Не упало И не улетело Так у Земли Таких точек Пять Их туда Направляют Спутники Разные аппараты Космические Которые Планеты Возможные функции Так вот Интересно Что это Именно Этот феномен Он очень применим Очень точно Подходит Именно К Межличностным Отношениям Психологическим Вот именно Таким В психологическом Ракурсе То есть Каждый человек Это планета Я По отношению К человеку Тут Пролетающий То пролетающее Небесное тело Если для меня Этот человек Равнодушен Безразличен Ну грубо скажу Так То Допустим Еду на автобусе И увидел В окно Человека Ну он Я увидел Встретили Глазами Дальше Поехали Через секунду Я уже не помню Как он выглядит И он не помнит Меня Мы не имеем Ничего общего Это Жизнь Если же Это Близкий мой человек То есть Человек С которым Я вынужден Общаться То у меня Неизбежно Для меня Передо мной Стоит задача Найти эту Точку Лагранжа То есть Где я Не сильно Приближаюсь К этому человеку Чтобы не сгореть В его атмосфере И в то же время Не удаляюсь От него Чтобы Не потерять С ним Общение И просто А тогда Общение Будет Читто холодное Формальное Вот Точка Лагранжа Мне кажется Это явление Которое нужно Уже находить Это задача Которая должна Уже Которая стоит Уже У матери Перед малолетним Ребеночком У ребеночка Появляется Уже своя Атмосфера Своя аура Своя Скажем так Личностная Энергетика И Может быть Мать Должна Присутствовать В жизни Ребенка Своим Общением Своим Ниманием Своим Интеллектом Она не должна Подавлять Его собою Потому что Это живое Явление Мир Макрокосмос Скажем так Свететическим Человеку Зависеть От сердечной Каких-то Связей С этим Человеком То я Начну Сгорать Его Атмосфере Если я Буду Удаляться От этого Человека То если Это мой Близкий То я Тоже Его потеряю Нужно Найти Эту Эмоциональную Дистанцию К сожалению Именно Если Этот Психопат Если Этот Человек Болеем Болем Психопатией Он Является Учителем Руководителем Может быть Не дай бог Духовным Пастырем То Часто Бывает Что он Находит Тех Кто Хотел Бы Сгореть В его Атмосфере Этим Допустим Объясняется Феномен Старобрядчества Того Крамольного Старобрядчества Которое Шло И сжигало Себя В сараях Которое Топило Себя В реках Этим Объясняется Такое Явление Как Сжигали Паспорта Этим Объявляются Различные Крайние Формы Сектан Проявлений В деструктивных Сектах Да Мы знаем Что были Массовые Это уже Последние Годы Девятого Двадцатого Века Начало Двухтысячных Восьмидесятые Годы Такое Проявление Психопатии Связанное С уже Упомянутым Понятием Манипуляция Это То Что Психопат Он Основывает Свою Свою Практику Действия Своё Проявление Манипуляции На основе Определенного Своего Обаяния Сейчас я хотел бы Предложить Размышление Психиатра Над Книгой Хервик Лейкли Маска Здравомыслия Где Представлено Исследование Психопатов И это Связано С его Опытом Психопатическим Опытом Манипуляции Повторюсь То что Психопат Это не человек Который При первоначальном Знакомстве Вызывает Отторжение Наоборот Человек Вызывает Большое доверие Симпатичный Обаятельный Интеллигентный Внимательный Производящий Прекрасные Впечатления Внушающий Доверие Пользующийся Успехом У своих Слушателей Такого рода Описания Неоднократно Использованы Клейкли В его Известных Исследованиях Психопатов Безусловно Психопаты Потом оказываются Безответственны Саморазрушительны И тому подобное И именно Эти описания Выдвигают На первый план Большие затруднения И загадки Которые окружают Исследования Психопатии То есть В действиях Психопата В его манипуляциях Может рождаться Много противоречий Для Стороннего Наблюдателя Психопаты Кажется Изобилие Обладают Теми Самыми Чертами Которые Так желают Иметь Нормальные люди Беззаботная Уверенность Психопата В самом себе Кажется Почти Невозможной Мечтой Как правило Именно Такую Уверенность Стремятся Приобрести Нормальные люди Посещая Разные Психологические Тренинги Или просто Настраивая Себя На здравую Жизнь Во многих Случаях Магнетическая Привлекательность Психопата Кажется Почти Сверх Естественной Хочу Отметить Момент Магнетическая Привлекательность Психопата Сверх Естественной Это Наверное Все-таки Касается Уже Более Массовых Таких Явлений То есть Она Может быть Не только Нет Я бы тут Обритал Внимание Что она Не только Может быть Относиться Каким-то Руководителем У которых Массово Случат Создающим Массовые Мистерии Она Может быть И Магнетическая Психопатия Например В отношении К женщины Мужчины Девушка Например Влюбляется В отпетого Страшного Отморозка Наркомана Просто Влюбляется Вот И У меня Допустим Был такой Случай Я Никак Не могу Понять Что Движет Девушка Что Она Полюбила Наркомана Такого Просто Подлеца В прямом Смыслу Который Воровал Там Даже У Ерус Воровал Да А потом Когда Случило Так Что У Этой Девушки Умирает Бабушка Они Ее Хоронить А Он В Это Время В момент Похорон Приводит Дружков И Они Обворуют Квартиру Этой Девушки Вот Потом Вот Он Садится С торговой Наркотиками Она Его Дожидается Из Тюрьмы Там Семь Или Восемь Лет И Пытается Выйти Заним Замуж В конце Ком Когда Он Вышел В тюрьме Бросил Потому Что Она Ему Сама Надоела И Как-то Я Не Помню Чем Эта История Закончилась Но Я Тогда Не Мог Понять Что Это Такое А Он Пользовался Доверием Легко Бросил Ее Пошел Другой Девушке Тоже Какие-то Страшные Связи Я Удивлялся Откуда У него Такая Магия Знаете Сейчас Вы Относится Именно К Взаимоотношениям Полов Потому Что Хотел бы Чтобы Тема Психопатии Нами Раскрывалась Более Общей И Более Применительно К Разным Другим Ситуациям Жизни Но Целое Направление Есть Психопатии Исследований По Психопатии Где Психопатия Исследуется На Основании Неадекватных Разрушительных Взаимоотношений Между Мужчин И Женщин Вот Магнетическая Привлекательность Психопата Кажется Почти Сверхъестественный Стоп Я пропустил Во многих Случаях Магнетическая Привлекательность Психопата Для Представителей Противоположного Пола Кажется Почти Сверхъестественный Я Тут Хотел обратить На другое Внимание Вот Я Говорю Подчеркиваю Что мы Поговорим Подчеркиваю Что Психопатия Не имеет Ничего Общего Между что не имеет ничего общего с духовным моментом. Здесь я должен уже оговориться. Вот эта магническая, сверхъестественная привлекательность, вот здесь, может быть, вступает уже нечистый дух. Момент, когда... Момент, например, он присущ меломану. Вот представьте себе, когда человек сидит на концерте, и вот оркестр, и вот музыканты, приросты, волшебники, в хорошем смысле слова, и вот у слушающего есть выбор. Отдастся, полностью отдастся этому в неком таком духовном смысле слова. Поверить в некую магию, пустить некое воображение в сердце. И тогда с человеком происходит нечто. Какая-то действительно происходит духовное мистерие внутри человека, и он реально зажигается каким-то духом. Нечто сверхъестественное начнет проявляться в человеке. Так же и в отношении психопата. Если есть человек как жертва, и есть человек как вот именно тот, который должен тебя принести как жертву. И вот если человек внутри себя дает согласие, возьми меня, я готов, я готов умереть ради тебя, ради твоего, ради твоей идеи. И здесь наступает некая магия. Когда человек находит именно того, кто готов ради него умереть, ради вот этой вот идеи, ради его лично, то, можно сказать, происходит только некое взаимное взаимное раскрытие друг друга. И вот здесь, возможно, присутствует момент духовных таких вот искушений. То есть, когда человек сердцем отдается, страстно отдается своему вождю, то здесь нечистый дух имеет возможность как войти в одного, так и в другого. И если это достаточно большое количество людей, то здесь удается некая энергетика, такая объяснимая, непонятная для логики, но с точки зрения уже духовности вполне понимаемая. Когда нечистый дух начинает объединять всех и возбуждает ко всевозможным уже каким-то идеям совершенно далеким от христианства, от Евангелия, от православия. Вот я думаю, что здесь может присутствовать именно духовный аспект. Ну что, наверное, я думаю, мы много уже сказали. Я думаю, что нужно подвести некий итог, некое резюме. Я позволю сейчас себе тогда сформулировать некоторые тезисы, некоторые положения, которые показывают, что мы имеем дело с психопатической личностью. О психопатии написано весьма много. Мне очень нравится, как некоторые искренние психологи, психиатры очень точно умеют формулировать психологические явления. И порой то, что ты интуитивно чувствуешь, находишь очень грамотно, очень выверенно сформулированным, и это очень помогает ясности мышления. Но сейчас я не буду зачитывать, просто перечислю по возможности точно основные симптомы психопатии. Прежде всего, нужно понимать, что психопатия – это нарушения, органические нарушения, которые влияют на эмоциональную, волевую и мыслительную сферу человека. И поэтому психопата не следует. Проблема взаимоотношений с психопатом заключается в том, что мы меряем человека по себе. Мы считаем, что если мы на что-то реагируем сердобольно, значит, об этом переживает и психопат. Если мы о чем-то переживаем, мы думаем, что и он этому сострадает. Если нас что-то смущает, мы искренне верим, что и его это должно смущать. Но недаром в психиатрии есть три понятия, три слова, описывающие душевное состояние психопата. Психопат – это человек, который не чувствует мир так, как чувствует его обычный живой человек. Даже некоторые психиатры говорят так, что этот человек здоровый в душе. Еще говорят так, этот человек, у которого не хватает части души, как будто. Не хватает той части души, где мы чувствуем, где мы сопереживаем, где мы волнуемся, где мы сострадаем. Психопат – манипулятор. Вся его деятельность – это манипуляция окружающими. Психопатической личности свойственны погоне за мегаидеями. Он живет, то, что называется, сверхценными идеями. Идеями какими-то глобальными, очевидно, не соответствующими его ни интеллектуальному, ни культурному уровню. намного превышающие, как бы, его личностный формат. То есть, выстраивание своей деятельности на основе каких-то мегаидей политического или социального характера. Психопат – это человек-манипулятор, который приближает к себе людей, удаляет от себя людей. Приближает и является располагающим, обаятельным, оригинальным, добрым, прекрасным с теми, кто ему нужен, с теми, кто ему подыгрывает, кто входит в сферу его обаяния. И психопат становится нетерпимым, резким, враждебным по отношению к тем людям, которые либо ему не нужны, либо стоят на его пути, либо его обличают. Психопат делит мир на мы-они, я-они. Очень часто при таких истероидных, то есть, при истерической психопатии, шизоидной психопатии, параноидальной психопатии, у человека психопат движим, постоянным, как бы игра в поиск правды. Он всегда играет в борца. Он всегда борется за какие-то очень, кажется, справедливые идеи. Но то, как он борется, по почерку, по стилю, по риторике, видно, что этот человек несет в себе что-то разрушительное. Хотя, риторика вполне вроде укладывается в логику, как вот мне один человек, общаясь с психопатом, говорил, ты знаешь, что если прислушаться и понять, вот фрагментарно, если разложить, ну, кажется, в принципе, он правильные вещи говорит. И вроде бы, вот если разбираться, вроде даже правильные вещи говорит. А если посмотреть, как все это преподносится, видно, что дух разрушения. Психопат всегда видит, склонен видеть в окружающих, не в окружающих, а в своих оппонентах врагов. Это его, это не то, что бывает у нас, у людей. Бывают там разные политические партии, разные взгляды, мнения. У человека мировоззрения, его образ бытия это конфликтность. Конфликтность заложена в его, как бы он прошит конфликтностью. Он не может жить без конфликтов, он не может жить без того, чтобы не раскачивать окружающих на эмоции. Спорами, борьбой за правду, в кавычках, борьбой за очень правильные социальные, политические или какие-то бытовые идеи. Психопат часто ведет себя так, что кажется, как будто он без совести. Я прочитаю хорошую одну цитату. основополагающая гипотеза психиатра Клейкли заключается в том, что психопат действительно страдает от существенной душевной болезни, глубокого и неизлечимого аффективного дефицита. Если он действительно чувствует что-нибудь вообще, то только самые поверхностные эмоции. Глубокие эмоции – это игра. он делает странные самоубийственные вещи, потому что последствия, которые наполнили бы обычного человека позором, ненавистью к себе или просто чувством неловкости перед окружающими, не затрагивают психопата вообще. То, что для нормального человека было бы несчастьем, то для психопата просто мимолетное неудобство. И поэтому мы можем видеть, что люди психопатические личности сейчас вытворяют какие-то совершенно нелепые пируэты в своей деятельности, творят какой-то абсурд, как еще, знаете, так говорят, несут пургу и при этом, как говорится, не в одном глазу. И вот есть еще, знаете, вот такой последний, на чем мне это говорил врач один, такой, вот люди не все могут быть знакомы с литературой по психопатии, не все могут иметь время читать. Есть такой простой признак психопатии, когда общаешься с человеком-психопатом, через некоторое время в душе становится тяжело. Вот такой очень простой обывательский бытовой признак, что рядом с тобой нездоровая личность. Этот психопат может говорить правильные вещи, он может быть убеждать, он может тебя затягивать в разговоры, он может пытаться вытягивать тебя на диалоге, а ты просто чувствуешь, что на сердце тебе как-то очень тяжело и не можешь понять, откуда эта тяжесть. Тебе хочется как можно скорее разговор прекратить. И вот может быть. да, ну и получается можно подытожить очень кратенько такой фразой, которую мы сейчас мысль выставила как последнюю, завершающую. Действительно, что с этим человеком тяжело рядом находиться. нашу духовную дедушку, то есть духовный отец нашего духовного отца, гумен Андрей Машков, любил произнести такую фразу «У свободного все свободны, у раба все рабы». То есть когда человек раб страстей, раб болезней, то все рядом вокруг него, кто-то веряется ему, заряжаются, заражаются такой же некой зависимостью, такой же агрессивной идейностью. Слушай, хорошее выражение. Агрессивная. Идейность. Идейность, да. А если человек... И эти люди движены страхом. Страхом войны, страхом перемен, страхом каких-то искушений, страхом каких-то заговоров, страхом власти, страхом вчерашнего, страхом будущего, страхом наказания. И они этим страхом вынуждены сбиваться в кучу. Потому что для них мир становится враждебным. Но что интересно, враждебность мира для них желанна. Потому что они чувствуют себя в неком таком обособленном элитарном состоянии. Или состоянии элиты. Их сбивает в единое тело страх. Это психопатия. Помните, как говорится в Евангелии «Не бойся малое стадо». Не бойся малое стадо. То есть страх не нужен. Ибо Отец ваш небесный благоволил на дар Царствия Божия. Наоборот, люди, движимые любовью, собирающиеся вокруг тех, кто действительно сам источает, живет любовью, источает от любых вокруг. Это есть точное знамение, что там есть Христос. Потому все знают, что вы являетесь учениками Христовыми, если у вас будет любовь. Чем мы движимы? Страхом или любовью? Страх он сковывает, он сбивает стаю, стадо. Он заставляет воевать. Заставляет воевать любовь, она человеку умиротворяет, она открывает ему будущее. Человек верит в Бога, верит в будущее. У свободного все свободны. У раба все рабы. Если мы призваны к свободе, мы должны действительно быть свободными. Мы всех благодарим за внимание. Надеемся, будет обратная связь. До свидания. . У how is Продолжение следует...